До 73-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников промерковали показ военной драмы «28 панфиловцев». Это история про подвиг советских солдат, которые в 1941 году ценой своего життя спынили атаку немецких танков, что прорывались до Москвы. Одним из первых премьеру наведали наши корреспонденты. Премьера военной драмы «28 панфиловцев» по особливому шаканной глядачами. Это народное кино про народный подвиг. Наибольшь видовищно и оригинально организовать премьеру вырошили в Гомельском кинотеатре «Мир». Тут удельники военно-историчного клубного объединения «Гонор-мундира» и мотоклуба «Штрафбат» организовали томатичную выставу-реконструкцию. Тут все жадающие могли убачить, как проходили фронтовые будни солдата, так само познайомятся с оправдными узорами зброи, техники и амуниции часов 1941 года, якие выкорыстовывались при обороне Москвы. Перед показом премьерного фильма у глядацкой зале присутным были пропонованы вокальные номары и верши про трагичные падеи военного лихолетия. У самой картине «28 панфиловцев» представлены военные дейни 316-й стрелковой дивизии, якая находилась под командованием генерала Панфилова. Его бойцы трымали оборону для разъезда Дубасекова и у листопаде 1941 года ценой своего життя спынили атаку немецких танков. Те подвиги, которые совершили эти люди, эти герои, так они совершали во имя своей родины, во имя матери родины. Поэтому я бы хотел сказать следующее, что этот фильм необходимо посмотреть всем, всем, чтобы пробудить в себе высокие патриотические чувства. И этот фильм, он должен взывать нас к памяти, быть благодарными тем, кто отдал жизнь за то, что мы живем сейчас в такое прекрасное время. Что тякаво, сбор сродков на фильм спачатку ожитявлялся с допамогой краундфандинга, инакш кажучим народного финансования. Сабравши больше 30 миллионов рублей, он стал одним из наибольшу далых проектов такого формата у российским кинематографе. Створальники картины вышли целком сконцентровать сюжет на подвигу советских солдат без оттягивания на другарадные линии. Гэта саправдное кино про саправдных героев своей родины. Вероника Вороширина, Максим Савин, Михаил Рабко, Утель, Радио, компания «Гомель».